Вот такая лазурная вода у нас в Красном море, когда маленький ветерочек. Это Сафаго, город южнее, чем Кургада. Очень красивая чистая вода, очень лазурная. Мне это напоминает Занзибар. Красота просто невероятная. И тёплая, тёплая. Просто купаешься здесь с удовольствием сколько хочешь. И очень удобно, что отель на первой линии. Потому что захотел пошёл, захотел в бассейн, захотел на мороженое. У нас, кстати, с 4 до 5 дают мороженое. Потом до 5 работают горки, можно покататься. Потом можно прийти обратно на море, потому что всё рядом. А на море можно купаться до 6 вечера. Потому что в 6 вечера выгоняют, не разрешают купаться. Прямо вывешивают. Вот здесь видите жёлтый флаг на вышке? Этот жёлтый флаг 18 часов снимают, ставят красный флаг. И ходит по всему берегу со свистком египтянин, который здесь работает. И всех выгоняют из моря, не разрешают купаться. Даже нельзя сидеть вот здесь, возле берега, в воде. Даже возле берега. Можно сидеть только на песке. Воду нельзя даже мочить ноги. Вот запрещено, потому что здесь такие правила. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы до 7 вечера. Потому что, смотрите, в 6 вечера нас выгоняют. Бассейн закрывается в 6 вечера тоже на профилактику. Потом закрывается море на пляже. А ужин аж в 7 часов. И получается, с 18 до 19 часов нам нужно как-то себя занять. Ну, мы обычно идём в номер. Допустим, в номере немножко полежим, почитаем книжки. Тут, кстати, между этажами и на этажах лежат разные книги. Очень много на иностранных языках. Потому что здесь очень много европейцев отдыхает. Здесь есть наши русские, есть украинцы, есть белорусы, молдаване, чехи. Германия здесь есть. И поэтому и сами арабы, естественно. И поэтому здесь очень много книжек различных лежит между этажами. Даже иностранных больше, чем русских. И вот мы взяли себе две толстые книги детективов. И вот в свободное время читаем. То есть у нас жизнь идёт ключом. А потом после ужина в 19 часов начинается детская анимация. Потом просто какое-то шоу. В общем, здесь скучать не приходится. А море изумительно. Вот смотрите мой плейлист, который называется «Египет за 22 тысячи рублей или за 300 долларов на 13 ночей». Там будет очень много всего интересного. Мы были и на дайвинге, и просто на морской прогулке. Но очень содержательной на острова. И ездили в Каир на пирамиды. И в музей мы взяли расширенную экскурсию. В общем, мы провели здесь прекрасный отдых. Чудесный, очень содержательный. Задавайте свои вопросы. С вами был канал Токси.